Вся информация видео, опубликована на нашем сайте, взята из открытых источников, следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. По мнению британского военного эксперта, имеющиеся на вооружении азербайджанской армии беспилотники облегчат успех в военной операции по освобождению Карабаха. Как передает АЗ. АЗ, армия. АЗ публикует интервью с британским военным экспертом Дэвидом Хемплингом. Азербайджан приобрел и поставил на вооружение американские вертолеты Белл-412. Об этом вертолете известно очень мало. Можете ли вы рассказать нам поподробнее? Если вкратце, то Белл-412 это популярный военный и гражданский вертолет, который существует с начала 80-х годов, более 800 машин эксплуатируются в десятках стран мира. Есть много военных операторов этих вертолетов, от Алжира до Замбии по первой и последней букве английского алфавита, при, включая и собственно Королевские ВВС Великобритании. Азербайджан производит беспилотники Орбота по израильской лицензии. Они декларируются как разведывательные. Есть ли у них какие-то скрытые возможности, которые неизвестно широкой публике? Орбота – это хорошо зарекомендовавший себя беспилотник, полезный для операций низкой интенсивности, а также для полномасштабной войны. Он очень скрытный, с низкой визуальной сигнатурой, то есть плохо видимый, и очень тихий, поэтому он может использоваться для разведки. В отличие от некоторых БЛА, Орбота прекрасно выполняет свои функции даже в сложных погодных условиях. Турция выделила Азербайджану кредит в 200 миллионов лир на закупку оружия. Предполагается, что эти деньги будут использованы для покупки турецких беспилотников Акачи и Байрактар. Что вы можете сказать о них? В частности, Байрактар изменил ситуацию, превратив Турцию в эффективного поставщика военных беспилотников, конкурирующих с США и Китаем. Байрактар хорошо зарекомендовал себя в Ливии. Но как он поведет себя в горной местности, такой, как Карабах? Турецкие военные привыкли действовать в гористой местности, и способность действовать в такой среде крайне важна для них. Поэтому считаю, что турецкие БЛА вряд ли столкнутся с особыми проблемами в Карабахе. Способна ли существующая система ПВО ближнего радиуса действия Армении представлять угрозу этим беспилотникам? Как мы видели в Ливии и Сирии, беспилотники Байрактар были очень эффективны при уничтожении систем ПВО, но опять-таки, многое зависит от тактики их применения. Могут ли турецкие беспилотники быть интегрированы с российскими вертолетами, находящимися на вооружении ВВС Азербайджана? Эффективное взаимодействие дронов и пилотируемых платформ является большой проблемой для всех. Даже США, которые имеют огромные ресурсы и могут покупать полностью интегрированные системы, должны очень усердно работать, чтобы воплотить в жизнь пилотируемые команды. И насколько хорошо будет работать комбинация оборудования от разных поставщиков в Азербайджане, пока сказать сложно. Это такая область, где проверять нужно боем. По вашему мнению, в каком направлении будут развиваться дроны? Какие военные специальности они могут заменить в ближайшее время? Я считаю, что увеличение автономии приведет к появлению небольших недорогих беспилотных летательных аппаратов, способных заменить существующие силы. Способность одновременно выполнять большое количество точных атак и подавлять оборону может трансформировать практически все аспекты ведения войны. По вашему мнению, какую стратегию должна использовать азербайджанская армия в Карабахе для полного подавления противовоздушной обороны, зенитных ракетных комплексов и ракетно-артиллерийских систем противника? Глядя на другие конфликты, успех скорее всего, будет зависеть от эффективной координации сил, использования сильных стороны каждого из звеньев. Беспилотные летательные аппараты могут использоваться для обнаружения и уничтожения оборонительных сооружений противника. Ракеты большой дальности и артиллерия могут поражать цели, которые они обнаруживают. Конечно, это намного сложнее, чем кажется. Российские военные эксперты полагают, что интегрированные с вертолетами беспилотники вылетят в самом начале боевых действий, затем наступит очередь ракетно-артиллерийского удара, затем на зачистку вылетят сами вертолеты, и только потом пойдут пехоты и бронетехника. Какие сюрпризы может приготовить противник на каждом из этих этапов? Теоретически, ваш противник мог бы использовать средства камуфляжа, как тактические, так и стратегические, вводить в заблуждение противника относительно численности и расстановки сил, с тем чтобы атаковать их в слабых местах. Идеи, столь же старые, как война, но все еще очень актуальны и сегодня. Сегодня нам также приходится иметь дело с электронными войнами, глушением систем связи и навигации и кибератаками, а также с информационной войной, чтобы сбить с толку и отвлечь. Любой план может развалиться, если например, радиостанции перестанут работать или спутниковая навигация направит в неправильном направлении. Но опять-таки, это чистая теория и к реальным возможностям армянской армии не относится.